В каком состоянии сейчас находятся виноградовство и виноделие, за которые отвечает ваш отдел? То есть направление, которое возглавляете вы лично, как новый руководитель этого отдела? Виноградовство и виноделие, можно сказать с уверенностью, сегодня более-менее это стабильная отрасль на Украине. Значит, несмотря на то, что у нас все-таки за последние 10 лет наблюдается порядка 20 тысяч у нас гектар уменьшилось виноградников, тем не менее за эти 10 лет почти вдвое увеличилось вал сбора винограда по сравнению с 10-летним минувшим периодом. Почему? Потому что благодаря все-таки государственной поддержке, вы знаете, что у нас с 99 года был 1% сбор, вот прошлый год нам депутаты его увеличили до 1,5% сбора на развитие садоводства, виноградарства, виноделия и хмелеводства. Значит, с этой суммы 70% ведет на развитие виноградарства. Значит, благодаря тому, что все-таки наши виноградари садят новые насаждения, вот порядка уже 50 тысяч гектар посажено за этот период. Причем эти насаждения в основном садятся по новым технологиям, в основном с капельной системой орошения, что позволяет и подкормить, и вовремя дать полив насаждениям, минимизировать влияние погодных условий. Значит, благодаря этому наши виноградари начали получать стабильные урожаи, причем садят они эти виноградники с сортами европейскими в основном, качественным посадочным материалом, что тоже влияет на стабильность получения хороших урожаев. Значит, и с этого винограда наши виноделы тоже на сегодняшний день, я думаю, делают вина, которая соответствует всем стандартным показателям, принятым вообще в мировом сообществе. А насколько влияет на урожайность инициативы министра МИНОПК Николая Пресечнюка о строительстве хранилищ для фруктов, овощей и так далее? То есть, инициатива, которую начали в прошлом году? Ну, она не на урожайность влияет, она как раз влияет на продвижение продукта на рынок. Вот, ну это в большей степени, конечно, повлияло на фрукты, в основном яблоки, груши, которые хранятся в холодильниках. Вот раньше вы наблюдали, когда вы приходите в супермаркет, ну в том числе и на виноград в свежем виде. Когда вы приходите в супермаркет, в основном вам предлагают то ли польского происхождения яблоки, то ли турецкого, значит, но не наше. Все возмущаются, потому что, ну, в любом случае, кроме того, что патриоты мы все украинцы, кроме того, все-таки по качеству мы нашими рецепторами мы ощущаем, что украинские фрукты намного лучше. Там меньше химикатов, там больше питательных веществ, ароматичнее они и так далее. Значит, но нам, продавцы, между производителем и покупателем, есть продавец. У него свои правила игры. Значит, нам предлагают иностранные. Причем они тоже понимают, что украинские лучше, но он предлагает иностранные. Почему? Потому что ему иностранный экспортер, вернее, этот самый экспортер и иностранные производители, поставляют продукцию круглый год, а отечественные только там 4-5 месяцев в году. Это, конечно, этих продавцов не устраивает, и они в ущерб качеству, в ущерб, так сказать, всему, они предпочитают нам покупать и продавать фрукты иностранные. Значит, только из-за того, что нам в наследство Советского Союза, в основном производители, остались фруктохранилища и холодильники старой технологии. Значит, просто где есть холод. А сегодня современные холодильники имеют регулируемую газовую среду, которая за счет того, что там наполняется камера газом, значит, отсутствует кислород, и микроорганизмы не развиваются, это позволяет этим фруктам, например, яблоку до 2 лет храниться, там винограду, допустим, 6-8 месяцев держать в этой камере и так далее. И таким образом они стабильно заключают договора и обеспечивают стабильность поставки. Сегодня, благодаря тому, что, как вы уже сказали, вот мы уже буквально 4-й год строим эти холодильники, значит, наблюдается тенденция, за последние 3 года мы уже вдвое уменьшили экспорт фрукты, естественно, возместив его свои. И сегодня мы приходим в супермаркет, и уже в основном нам предлагают, то ли с Крыма яблоки, то ли с Винницы, то ли с Черновецкой области, значит, качественный, шикарный продукт. Ну и дальше, правильно вы сказали, что наш министр настроенный, в этом году, благодаря его инициативе, мы убедили наших членов правительства, они сделали измены до постановы нашей, которая определяет, как использовать эти деньги. И сегодня мы туда уже описали, что мы имеем право компенсировать затраты наших производителей уже на покупку и камер быстрого замораживания фрукты и ягоды, и камер сублимации. Так что в ближайшем временем, я думаю, наш покупатель также будет иметь и фрукты, и ягоды, и виноград в свежем виде. Значит, а кроме того, будет иметь и фрукты, и ягоды, и виноград в замороженном виде, и даже в сублимированном. Вот вы сказали компенсация, хочу вернуться к полуторапроцентному сбору. Ну, сейчас, я знаю, много жалоб идет от виноградарей, что они еще не получают. Как обстоит ситуация именно с выплатами компенсации по полуторапроцентному сбору? К сожалению, да. В этом году у нас прошла задержка. Почему? Потому что, ну, во-первых, когда сделали полуторапроцентный сбор, менялась постанова. А потом, к сожалению, тоже было много попыток этого. У нас с 99-го года сколько работает этот закон, сколько идет борьба противоположностей, да. Значит, ну, это жизнь всегда есть кто-то за, есть кто-то против. Так и в этом законе. Те, кто его в основном выплачивают не совсем за него, а те, кто им пользуются, конечно, за него. Поэтому были силы, которые вообще хотели этот закон, чтобы его уже не стало. А кто это хотелось, не секрет? Ну, есть ряд депутатов, которые инициировали то, что... Ну, в основном, я думаю, что это те, кто производят водку, я думаю, те, что производят пиво. Значит, вот, особенно в пивной у нас отрасли, к сожалению, очень-очень маленький процент используется хмель отечественного производства. В основном компании владельцы иностранцы, естественно, они патриоты своей родины, и в основном приводят немецкий хмель, значит, привозят сюда польский хмель. А наш почему-то оболонь пользуется им, для них подходит, а для всех остальных компаний он вдруг стал не такой. Значит, ну, чтобы этого не было уже и в винодельческой отрасли, и... Ну, кстати, сейчас вот тоже министерство инициировало несколько встреч между хмелеводами и производителями пива, и на сегодня они, наконец-то, подписали меморандум, определили, так сказать, версты в конечном итоге, для того, чтобы все-таки посадить там под ихнюю программу те сорта, что надо, чтобы хмелеводы посадили и пользоваться отечественной продукцией. Ну, то же самое мы стараемся, чтобы... Деньги будут или нет виноградарям, которые посадили компенсацией? Однозначно. Почему? Потому что все-таки, наконец-то, мы этот самый... Нам кабинет министра уже утвердил постановку, как я уже сказал, с новыми направлениями, расширенными. Значит, на сегодняшний день Минфин нам утвердил паспорт бюджетной программы, которая определила суммы, значит, на какие направления можно тратить. Сейчас, я думаю, завтра, послезавтра уже первый пойдет приказ о возвращении кредиторской задолженности. Это порядка 160 миллионов. По прошлому году, в конце года, мы же не смогли по ряду причин тоже эти суммы нашим производителям дать. То на следующей неделе, думаю, что они и деньги уже увидят, эти 160 миллионов. Значит, и сейчас тоже у нас в Минюсте находится проект наказу о утверждении новых нормативов, потому что тоже новые направления появились и так далее, но приказ должен быть совместный с Минюстом, он тогда приобретает уже силу закона. Как только нормативы появляются, будет возможность районным комиссиям уже начинать принимать затраты, потому что все равно садоводы, все равно виноградарь, все равно хмелеводы у нас садят, ухаживают за насаждением и ожидают, конечно, государственной поддержки, потому что это не очень благодарный бизнес посадить многолетнее насаждение и ждать 5 лет, пока оно заплодоносит. То есть нет этой оборачиваемости. И, конечно, государственное плечо, значит, довольно-таки помогает им выжить. В Закарпатье министр сказал, что многие сейчас предприятия не хотят подавать заявление на компенсацию, потому что их тогда замучают проверками. Но он тогда сказал, пообещал, что как-то уменьшит... И очень правильно они говорят. Это будет как-то... Сейчас, после этой поездки министр... Дело в том, что, конечно, Министерство сельского хозяйства, Минагрополитики на сегодняшний день, не имеет права сказать всем контролирующим органам прекратите проверки. То есть это естественно, вы понимаете. Значит, но в то же время наш министр в Закарпатье пообещал, что он лично обратится к Николаю Яновичу Азарову, значит, просто с просьбой умерить пыл этих всех проверяющих. Потому что, ну, у нас есть много случаев, допустим, я приведу вам пример. Есть такое предприятие Москот в Береславском районе Херсонской области. Вот как с 1 января у него начались проверки, значит, причем так, прокуратура Береславская, прокуратура Новой Каховки, прокуратура города Херсона, потом КРУ Береславская, КРУ Херсона, потом СБУ. Значит, и вот одна за одним, одна за одним, ну, вот представьте, как руководителю работать. Дело в том, что и специалисты, и руководители, они должны обслужить проверяющих, они должны показать им документы, они должны им откселить, они должны там все равно быть занятыми. Но если вот уже четвертый, пятый месяц не выходит проверяющая, а требуется же какую-то работу проводить, понимаете, это просто парализует работу. Значит, причем зачастую эти проверяющие с одного и того же органа проезжают с разных департаментов по одним и тем же вопросам, то есть там нет какой-то координации. Потом только одна проверка закончилась, заходит другая, опять то же самое начинает проверять. И, конечно, ну, в этом деле просто навести надо порядок. Мы не говорим о том, что не надо проверять, это государственные деньги, их надо проверять. И как используют, причем много случаев есть, что и неправильно они используются, и приписки есть, и так далее. Поэтому, ну, как это говорят, на то и волк в лесу, чтобы звери боялись, правильно? Ну, волк должен быть один, зверей там на него несколько. А у нас наоборот, получается, что на одного звереныша 20 волков прибегает, понимаете? И тогда же паритет нарушается, это же невозможно. Так что мы уже приготовили такое письмо с конкретными яркими примерами, вот типа, как я назвал. И сегодня оно уже у министра на подписи, и министр пообещал его взять и лично вручить Николаю Яновичу. Ну, я думаю, что будет все-таки какой-то положительный эффект в этом плане. А вот было совещание в Магараче, там где был... В институте Магарач, да? В институте Магарач, там какие были приняты решения по итогам этого совещания? Там изменились ли направления работы в этом году после совещания? То есть были внесены какие-то коррективы в тот план работы, который уже существовал? Дело в том, что министерство и вот в лице министра лично, значит, все-таки, ну вот приятно мне как виноградарю, виноделу, значит, приятно то, что, допустим, ну, я не люблю хаять Советский Союз, но в то время все-таки было как-то направление, хотя и при Советском Союзе у нас виноградарско-винодельческая отрасль давала 10% дохода всего всей этой громадины, значит, имея только 1% площадей. Значит, но внимание руководству, вот, начиная с райкомов, райкомов, обкомов, там, обл. исполкомов и ЦК, значит, практически не определялось. Ну, был такой негласный типа лозунг «Семь роков мак не родив и голоду не было», да? То есть оно как-то само по себе было. Что нельзя сказать о сегодняшней ситуации на Украине? Значит, лично министр, вот он прошлый год собирал виноделы в виноградаре и распределил, значит, каждому в каком направлении какие задания и так далее. В этом году первое, с чего вы были на этом совещании, да, первое, с чего мы начали, это делать анализ выполнения тех заданий, которые были год назад тоже в Ялте, только на базе Массандры, да? Значит, и практически все были уже выполнены там за нескольким исключением. Сегодня это все продублировалось, что было в прошлый год. Значит, кто там понес наказание, значит, соответственно, если не было объективных причин их выполнения. Значит, и на совещании вот уже в институте Магарач, значит, мы, собственно, его проводили зачем? Потому что мы, министерство аграрной политики, мы должны разработать политику, которая впоследствии, значит, помогла бы нашим производителям винограда, производителям вина, производителям садов, производителям хмеля, значит, комфортно работать в этой стране, для того, чтобы им было удобно. Значит, и вот мы сегодня... Ну, дело в том, что все равно нам необходимо определиться, учитывая мнение, в первую очередь, производителей, учитывая мнение, значит, и их общественных организаций, учитывая мнение науки, ну, и учитывая мнение контролирующих органов, Потому что тоже надо, чтобы был какой-то паритет. И вот на этом совещании мы определили на ближайший год стратегию нашей деятельности. В первую очередь это усовершенствование законодательной базы, что сегодня есть. Как вы слышали на этом совещании, первое, что нас не устраивает, нас не устраивает то, что сегодня не может появиться на рынке маленький производитель винограда и вина. То есть это лишает возможности нашему покупателю купить вино-тервуар на направлении. То есть вот я, допустим, сам с Херсонской области родился, я там сознательную жизнь свою большую прожил. И я сегодня хотел бы прийти в магазин, допустим, города Киева и с удовольствием купить вино в той местности, где я жил. И тем более, что я знаю, что, допустим, когда я жил там, я знаю, что, допустим, лучшая зона для винограда, это там Береславский район. А в Береславском районе, да, значит, именно там, допустим, вот в районе Бургундской балки, там склоны самые изумительные для получения сухого вина. Значит, Красномаяцкая балка, значит, там еще лучше, ну, лучше красное вина там получается. Я бы хотел сегодня это потреблять. Но у меня нет такой возможности. Почему? Потому что у нас созданы на сегодняшний день законодательная база, которая позволяет комфортно развиваться только крупному производителю. Значит, а это неправильно. И тем более, что крупный производитель, ему трудно сделать первоарное вино направление. Он покупает с разных местностей, купажирует и делает обезличенное вино, там, ну, как было при Союзе. Славянская, там, портвейн 3-7, откуда он, что он, везде. Со всего налили, разлили, пей. От этого надо уходить. Значит, ну, что нам мешает, в принципе? А мешает всего-навсего лицензия для того, чтобы, если я произвожу вино и хочу его продавать, даже если я всего-навсего 10 тысяч бутылок там в год произвожу, мне надо купить лицензию на право продажи этих 10 тысяч бутылок, заплативши 500 тысяч гривен. Значит, вот буквально мы месяц назад встречали господина Анжела Гая, это один из самых таких именитых и знаменитых виноделов мира, итальянец. Значит, когда я ему это рассказал, он был просто в шоке. Он говорит, как? Это сколько? Я говорю, ну, 50 тысяч евро должен я, допустим, если произвожу вино, заплатить, чтобы его продавать. Он мне даже не поверил. Говорит, ну, такого не может быть. Я говорю, сколько у вас производителей в Италии сегодня вино? Он говорит, ну, тысяч 30. На вас. Говорю, ну, а у нас их... 12. Да, их, ну, 30 всего. Почему? Потому что такие цены. Ну, это ненормально, так не может быть. Это неправильно. Понятно, что мы не должны создать условия, чтобы в каждом гараже это делалось. Это тоже неправильно, но в то же время и есть. На юге продают, в пляжный сезон продают там всякое. Не, ну, это ж нелегально. Вот там бы, кстати, контролирующим органам простор. Ну, почему-то они... То есть вы хотите вызвать развитие по европейскому образцу виноделия? Однозначно. Да, вы хотите вызвать развитие малого виноделия, чтобы... Однозначно. Причем, вот, многие меня критикуют, но я все-таки считаю, что и крепленных вин надо как можно меньше делать. И если их делать, то только подкрепив спиртом виноградного происхождения. А в основном надо потихоньку возвращаться к тому, чтобы была культура питья, чтобы каждый украинец понимал, что когда он сел обедать, а особенно ужинать, он обязан вместе с пищей потребить хотя бы бокал вина. Потому что это не алкоголь, вино сухое. Это приправа пищи. То есть мы должны понимать, что мы садимся кушать, а вином запиваем пищу и помогаем желудку его перерабатывать, усваивать, значит, и одновременно еще и наслаждать. Наслаждаться гармонией сочетания вкусов вина и того продукта, который мы едим. И все же это знают, что под рыбу надо белое вино потреблять, под мясо там красное вино потреблять и этот самый. А может это влияние России, что мы все-таки 300 лет с ней жили, а это северная страна и там больше культуры потребления горячительных напитков. Матча тоже говорит, что у нас в принципе не успевает вызреть, поэтому мы должны его крепить, допустим, там, ну, зерновым. Это не потому, что вызреть. Просто, к сожалению, на сегодняшний день у нас очень много старого советского оборудования еще, которое позволяет делать, получать только 65%, допустим, сусла. Причем из них самотечной фракции только там 30%. Остальное идет уже прессовое, да. А прессовая фракция это уже не такой качественный материал, значит, его, естественно, надо уже тогда процесс брожения остановить добавлением спирта, значит, для того, чтобы сахар остался виноградный и, естественно, получить вино. На сегодняшний день уже очень много предприятий закупают современное иностранное оборудование, которое позволяет там до 85% уже, до 90% делать отжим сока, который практически по стандартам самотечной фракции. То есть, в основном можно делать сухое вино. Значит, а если и остается это, да, давайте его закреплять, но только спиртом виноградного происхождения. Тут что нам мешает? Тут нам опять же мешает закон, который сегодня не позволяет получить спирт, значит, предприятиям негосударственной формы собственности. Во-первых, в государственной форме собственности только один писаревский спиртзавод имеет такое оборудование. А в негосударственной форме собственности еще очень много осталось этих колонн, которые, и они не порезали, их не выкинули. И просто, ну, кто приватизировал это предприятие, он просто его сохраняет и ждет. Когда же наконец-то разрешат в этой стране ему выкуривать остатки какие-то винодельческой дрожи, там, какие-то отжимы и так далее. Значит, перекурить часть спирта и ею закрепить ту фракцию, которая, допустим, необходимо ей закрепить. Мы считали, это получается на 6 гривен дороже, во-первых. Во-вторых, много их мнения, что все-таки спирт пшеничный, быстрее ассимилируется, тогда не надо там, то, что когда подкрепил, надо год подождать, пока эти спирты увяжутся, ассимилируются и не будет их слышно. А зерновым спиртом закрепил и все. Значит, ну, если идти на то, что, так сказать, то даже можно вообще, вообще зачем виноград, можно капнуть какой-то жидкости, которая имеет аромат винограда, это еще проще. То есть нельзя идти по этому пути, что так проще. Значит, мы должны сделать продукт, который должен называться вино. А вино – это слово вин, да, виноград, значит, все там должно быть виноград. И причем 103 года назад об этом говорил на Первом съезде, я приводил этот пример на выступление, Лев Сергеевич Голицын, ну, в принципе, это, так сказать, один из основателей виноделия вообще на юге Украины и Российской бывшей империи и так далее. И он говорил, что, ребята, не надо идти по пути вот этого легшего сопротивления, надо делать качественный нормальный продукт, чтобы это было вино. А если вы хотите его спиртом закрепить, да нет проблем, закрепите спиртом, но назовите его там совсем по-другому, что это виноградный напиток, да, он будет иметь аксесс такой, как водки, да, ну, извините. Ну, то есть у нас Александровские вины… А тут, вот мы на последнем совещании вчера, да, с этим самым коньячистами, значит, в принципе, так и определяли, что давайте мы все-таки постараемся не растворить коньяк там в бренде и все, пусть это все тоже будет, но там будет другой аксесс, другие налогообложения и так далее. Значит, а льготное оставить сделать на тот продукт, который… Поэтому я лично за то, чтобы стояли на полках и вино крепленое, но крепленое спиртом виноградным, оно будет на 6 гривен дороже, я буду знать. И стоял виноградный напиток, который будет на 20 гривен, чи на 10 дешевле, да, но я буду знать, что то уже смесь инородных этих самых. Почему? Потому что, ну, мы все мужчины, мы все, бывает, и выпиваем что-то лишнее и понимаем, что когда начинаешь смешивать продукты, у которых спирты разные, то на второй день не очень комфортно себя чувствуешь, особенно затылочная часть, там, вегетативно-сосудистая система. А когда один и тот же напиток пьешь, даже если мы там немножко его больше выпьем, чем положено, все-таки более-менее комфортно себя чувствуешь. Это наш организм сам подсказывает, что. Поэтому уже, допустим, когда мы пьем крепленое вино, значит, закрепленное совсем спиртом другого происхождения, у него же все равно там часть есть спирта виноградного, да, оно же бродило перед тем, как его подкрепили. Значит, а мы добавили другого. Это уже смесь других, разных напитков. Оно уже неблагоприятно действует на организм. Виктор Николаевич, а подскажите, кто или что не мешает адаптировать наше законодательство к европейскому направлению развития рынка? В чем проблема? Или еще не время? Или лобби достаточно слабое пока нашего сектора в парламенте? Вот что мешает? Вторая часть вашего ответа. Ну вот если можно прокомментируйте. Лобби вообще, да? Ну как? Ну в принципе, по большому счету, никто еще активно этим не занимался. Во-первых. Во-вторых, я думаю, что общество постепенно все равно каким-то вопросом должно созревать. И вот на сегодняшний день общество в принципе уже к этому созрело. Потому что все равно где-то какую-то информацию люди потихоньку получают. Получается, она скапливается и капля переполняет этот стакан и начинает что-то выливаться. То есть, вот, ну как-то раньше было не до того. Может были более глобальные проблемы, может были другие направления. Сейчас мы потихоньку подошли к этому вопросу. Сегодня, я думаю, уже и лобби есть это. Почему? Потому что много здравомыслящих людей. Значит, тем более, вот на последнем совещании мы сидели и я впервые услышал, допустим, от представителя Державной податковой инспекции, да, администрации. То есть, впервые она встала и говорит, ребята, ну вы все правильно говорите. Давайте вместе мы будем вам помогать это дело. До этого, как раз, вот мы хотели уменьшить эту лицензию, да, нам говорили, не-не-не-не, бюджет. Но они-то правильно говорили, потому что наша страна не такая богатая, чтобы потерять, допустим, ну вот всего с этих лицензий собирают там порядка 300 миллионов гривен. Из них там 60 миллионов виноделы платят. Вот вы что хотите, эти 60 миллионов потерять? Вот сегодня мы им другой вариант предлагаем. Так, ребят, а давайте мы не 60 миллионов, вы 70 даже дособираете. Но если мы их будем собирать не по такому принципу, что все по 500 тысяч, получается, а кто-то 10 миллионов бутылок льет, и на бутылку это выходит всего там 2 копейки. А кто-то 10 тысяч льет, ему на бутылку выходит 10 гривен. Ну это ж в принципе неправильно. Давайте мы вам эти 60, даже 70 миллионов обеспечим, только с расчета, допустим, на этот самый, с расчета на тот объем, кто производит. Сегодня они уже говорят, ну в принципе да, ну может быть чуть не так, там надо сделать ограничение по количеству, чтобы это не больше 500 тысяч. То есть это будет инициатива Кабмина в Верховную Раду? Нет, это будет наша инициатива, но мы теперь должны просто отработать, ну как обычная система, мы, допустим, выступаем с какой-то инициативой, но мы ее должны и с заинтересованными ведомствами согласовать. И раньше все наши попытки в основном обрубывались, да? Ну вот, кстати, недавно мы эту постанову что делали, расширяя направление полтора процентного отчисления, мы, например, тоже хотели, чтобы какую-то часть денег выделить заводом первичкам. Почему? Потому что, ну практически, виноматериал, это тоже еще сельхозсырье, да, оно же еще не продукт. Поэтому давайте ее приравняем к виноградарям, ну мы вот смотрите, в садоводстве насадили садов сейчас, да, а теперь сделали второй шаг, давайте сделаем холодильники по современной технологии. Значит все, и таким образом мы продвигаем уже, делаем конкурентно способно уже полностью нашего производителя, и наш продукт на рынке уже завоевывает свое место. Значит, давайте мы так же в виноградарстве сделаем, мы сейчас насадили нормально виноградников, получаем хорошие винограды, а заводы первички не все у нас имеют соответствующее оборудование, и можно с хорошего винограда не получить хорошего вина, только из-за того, что еще нет нормального оборудования, чтобы брожание шло в регулированной среде, допустим, чтобы холодильное оборудование было, ну ряд целый, чтобы отжим был, чтобы оставались ягодки, допустим, вернее, косточки, не тронутые, не давало горечь нам и так далее. Масса есть нюансов. Значит, давайте мы часть каких-то денег и заводом-перевичком сделаем. Ну, Минэкономики... Да, Минэкономики нас не поддержал в этом направлении, к сожалению, на сегодня. Вот мы его не смогли убедить, что это все-таки, что виноматериал это еще виноград, а не уже вино. Ну, не смогли пока убедить, значит, ну, думаю, дальше может быть когда-то убедим. Поэтому вот так. Виктор Николаевич, еще можно? Да, 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 да. Вы как винодел прекрасно понимаете, что основа качественного вина это сырье. Качественное сырье. Естественно. Насколько нам известно, за всю историю, новую историю Украины, никто не брался серьезно за инвентаризацию виноградников, то есть реальную проверку фактическую, их состояние, качество и прочее. Вы планируете такие мероприятия? Спасибо за хороший вопрос. Два года назад, значит, мы, этот самый, у нас 5% от этой суммы идет на развитие науки, мы можем потратить. И мы одну из тем заказали научным учреждениям, значит, сделать виноградный кадастр. Значит, ну, как всегда, денег мало, значит, желающих много, такой или не такой, как бы нам хотелось, но он уже есть. Прошло два года, естественно, он уже устарел, потому что что-то раскорчевало, что-то это самое, но какая-то основа есть. Сегодня, ну, вот вы правильно задали вопрос, потому что обеспокоенность в этом много есть, тем более мы же хотим уже навести хоть более-менее порядок в процессе производства вина, и вот как на прошлом совещании показывали график, что-то у нас в 10-м году уж очень сильно от производства виноматериалов для крепленных вин, и от производства крепленных вин уж сильно оно отличается, неизвестно, чего они сделаны, да? Значит, а многие же теперь говорят, а давайте вообще сравним, а сколько у нас всего виноградневый, каких сортов, и куда оно направление, что... Да, чтобы не было, чтобы не было, чтобы не было все-таки больших этих разрывов, что явно видно, что нас дурят, да? Мы не хотим, чтобы нас обманывали, мы хотим прийти и купить то, что у нас посредства, но зная о том, что оно все нормально... Значит, и вот сейчас, в этом году, сейчас, как только мы начнем уже использовать эти деньги, мы уже, в принципе, договорились, значит, что нам несколько институтов, они там блокируются через космическую систему, через свои исследования, они нам сделают виноградный кадастр в электронном виде в интернете постоянно обновляемый, то есть раз в полгода он будет обновляться, кто-то раскорчевался, кто-то... Самый любой человек может туда зайти, посмотреть зону, какие там есть насаждения, какого сорта, какого возраста, значит, и в каком количестве. Так что... А кто-то будет Таирова делать, да? А кто выиграет тендер? А их там, правда, и немного, или Магарач, или Таирова. Ну, кто-то из них будет. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, у наших ближайших соседей, у той же Польши, предусмотрена уголовная ответственность за реализацию фальсифицированного алкоголя, начиная от магазина. То есть первый виноват всегда продавец. Учитывая реальную ситуацию с фальсификацией в Украине, вы предполагаете усиливать ответственность, в первую очередь, в плане уголовной ответственности через парламент? То есть будут ли какие-то инициативы законодательные подаваться? Я думаю, обязательно, тем более, вот в прошлом году у нас, ну, не в министерстве, можно сказать, да, указом президента сегодня создана Держсель Госпинспекция. К сожалению, на сегодняшний день это еще пока в таком сыром виде. Почему? Потому что, ну, ее создали, а еще ж теперь законодательно, ей надо дать массу полномочий. Значит, и чтобы они могли прийти с проверками, определить, когда они могут это делать, по каким причинам, значит, у кого и так далее. Ну, то есть, ну, этот процесс идет сейчас, все это законодательно урегулируется. И я думаю, что, конечно, эта же Держинспекция обязательно, ну, если она будет находить какие-то факты, значит, неправильного производства этих продуктов, естественно, должна будет инициировать, чтобы это как-то пресекалось. То ли это рублем наказывалось, то ли это и закрывать эти предприятия, то ли уничтожать. И вообще не отрегулировано, то есть, нет механизма закрыть предприятие фальсификатора сегодня в Украине нереально. К сожалению, да. То есть, лицензию они могут выдать, отозвать это большое количество? Это неправильно. А если еще глубже накопнуть, и вообще получается, что у нас еще полбеды. Вот при Союзе никто себе даже и мыслить не мог, там, взять и в гараже начать делать фотку. Это просто было такое, что никто тебе, потом, белые медведи не подходит этот самый. Потом Союз развалился, сплошь и рядом, и такой, идешь там по силу, слышишь, дзень, дзень, звяк, звяк, да. Что это самое. Кто-то разливается, кто-то бутылки моет, кто-то такие самые. Значит, и никто уже никого не боится. Даже соседи друг друга, наоборот, помогают в этом деле. Значит, так и это самое. А сегодня уже получается, что, ну, хоть худо-бедно, но какие-то все равно есть органы. Держит пожил стандарт, там, какая-то налоговая, куда-то приезжают, значит, кого-то все-таки наказывают и так далее. Потом почему-то выпускают, ну, там, штраф, 51 гривну заплатил, все это, значит, протрубили, значит, и вот дальше, естественно, себе работает. Потому что штраф небольшой, смешной, значит. То есть вы были в гараже. Да, но все свое дело сделали, да. Значит, а за границей проезжает товар, вообще неизвестно, кто делал, в чем делал, откуда, а мы не имеем права его проверить. Поэтому вот это сейчас задача, ну, той же Держинспекции, чтобы все-таки на законодательном уровне не только у себя навести порядок и привести к ответственности, а и того, кто привез иностранную непонятную жидкость, которую продают, так же? Мы же к этому еще должны. Как это можно сделать, там, проводить дегустацию, как куриентом проводят, или как-то там, ну, брать выборочно, ну, часть партии проверять. Ну, какой-то есть механизм, ну, будет предусмотрен, чтобы, ну, для проверки, допустим, импортеров, которые ввозят сюда. Не, ну, я думаю, это должны, опять же, штыки, собраться специалисты, собраться наука, собраться общественные организации, эту тему обсудить и выработать, потому что вы от меня хотите, чтобы я вам все сразу рассказал. Не, ваше мнение просто, как вы считаете? Мое мнение, что этим надо заняться и надо собраться и выработать единую стратегию, правильную во всех отношениях. И однозначную, и оно сегодня назрело. Игорь Николаевич, в связи с этим, в контексте, вернее, этого вопроса, какова судьба ВИН-инспекции, будет ли она вообще? Так она есть. То есть она уже действует? Она сегодня действует, единственное, что она в стадии формирования, вот у них же там в областях есть, сейчас они там специалистов набирают, там вырисовывают, ну, то есть этот процесс формирования идет. Указом президента она создана. В составе СИН-хозинспекции. А, вы имеете в виду ДЭРШ, извини. ВИН-инспекцию по закону о винограде. Нет, ВИН-инспекцию по закону о винограде, нет. Эту статью, к сожалению, с этого закона эти сами депутаты убрали. Поэтому законодательно пока ее создать нет возможности. Просто есть у нас ДЭРС-Сильгосинспекция. Ну, может, это не такая проблема, что именно ВИН. В этой ДЭРС-Сильгосинспекции есть управление по контролю якости за плодово-очевною и винородную, и виноградную продукцию. Так, значит, поэтому есть кому этим заниматься. У них есть шикарнейшая лаборатория. Шикарнейшая в каком смысле? Что самое современное оборудование, из которой может, допустим, тоже вино разложить на 130 параметров и проверить. Поэтому, и получается, есть у нас отдел там, который этим занимается. На сегодняшний день наш сотрудник пошел туда, возглавил этот отдел по контролю за виноградом и виноделем. Сейчас он будет набирать себе сотрудников. У них есть лаборатория. И я думаю, это все будет делаться. Пусть она не называется Держинспекция, но она есть отделом. То есть, не важен метод, важен результат. Правильно? Главное, чтобы они этим занялись и делали. Поэтому, в принципе, этот вопрос решается. В последнее время, значит, пошли слухи, что будет создана единая новая общественная организация, которая объединит виноградарей. Да, вы подтвердили косвенно вчера. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали эту идею. Какие она функции на себя будет брать? Да. Какие цели и задачи будут? Значит, ну на сегодняшний день законодательно каждое предприятие имеет право входить в любые общественные организации, независимо, так сказать, от их количества, а зависимо от своего желания. Значит, и что такое общественная организация? Это орган, который создают, опять же таки, субъекты господаривания, да, для того, чтобы где-то представлять свои интересы и их лоббировать. Вот мы, как министерство и как вот отдел, допустим, мы не имеем права лоббировать конкретно предприятие. Вот придет кто-то и скажет, вот мне бы хотелось, чтобы для такого-то предприятия было то-то-то. Извините, если эта тема и эта проблема касаются там отрасли в целом Украины, да, мы за это беремся, значит, и активно боремся. И это, если это сугубо твое, не имеем юридического этого права. В то же время, ну, ему надо как-то решать свои вопросы, да, а каждому предприятию иметь свой, ну, в основном решаются же в столицах эти вопросы, да, значит, потому что надо кучу министерств посетить, там, где-то в парламент пойти, где-то в Кабмин, где-то куда-то. Каждому предприятию открыть свой офис в Киеве, допустим, тоже дорого, да, это не так просто и тут очень недешево. Значит, они объединяются и делают свои представительские органы. Никто им запретить это не может, и слава Богу, что они так делают, потому что таким образом они много решают своих вопросов. Значит, и решают они для чего? Для того, чтобы развиваться, правильно? А если они развиваются, значит, у наших людей есть работа, значит, у нас пополняется экономика, вернее, стабилизируется, у нас пополняется бюджет какими-то отчислениями. Ну, то есть, это нормально, это прекрасно. Значит, ну, с другой стороны, действительно, ну, вот возьмем, в частности, там, нашего министра. Вот ему надо идти, там, в кабинет министра, министров, допустим, и поднять какой-то вопрос. И он хочет перед этим посоветоваться. Ну, кто тут ближе? Вот есть общественная организация, ну, допустим, по виноградовству. Он набирает одну, говорит, слушайте, как в этом вопросе вы считаете? Они говорят, мы считаем вот так. Он набирает другую, а тебе говорят, да нет, а мы считаем вот так. Он набирает третью, а тебе говорят, да мы совсем, они неправильно делают. Мы вот так считаем. А их вообще тут 20, да? Во-первых, у него нет времени их набирать и всех спрашивать, а потом логические мысли, значит, определять и так далее. Во-вторых, каждый из них считает, что он представляет отрасль, и то, что он вот придумал, это так для всего. И в прессе, и в СМИ, везде они, ну, сидит там на балконе, сделал себе, значит, офис, и он с балкона, приходят к нему представители засоби массовой информации, и они говорят, я вот считаю, что, значит, отрасль должно быть так. Я. Поэтому министерство на сегодняшний день подняло вопрос, вот, ну, мы-то не имеем права создавать общественные организации, это тоже неправильно, если министерство их начнет создавать или передавать им свои функции. Но для того, чтобы нашему руководству было проще, значит, удобнее и так далее, мы их просим, что, ребята, соберитесь, вот, тех, всех, кто у вас есть в Киеве, которые представляют определенную отрасль, да, ну, в частности, вот, виноградерство, виноделие, там, к примеру, садоводство, соберитесь между собой, и мы же не говорим, что сделайте так, а то ли там создайте чего-то, значит, даже национальную какую-то раду, там, или еще что-то, и вот по ряду каких-то, там, вот, проблемных вопросов, у которых у вас там разногласия, вы приходите к единому мнению, и он будет уже, там, выбираете между собой, там, этого представителя, там, может, как в Европе, что-то, эту неделю ты, там, чей месяц, потом ты, значит, ты будешь этот самый. Нас, конечно, трудно было, у нас в основном украинцы, а украинцы это гетьманы, каждый гетьман, значит, никому не подчиняюсь, но, тем не менее, возможно, значит, как-то же на Сечи выбирали же этого самого главного, да, так и тут. Значит, и вы в каких-то вопросах проблемных, там, ругаетесь, споритесь, все, но в конечном итоге, в споре рождается истина, вы приходите, значит, и этот представитель ваш, значит, выражает уже мнение отрасли. Идет министр Кабмин, идет Верховную Раду, он даже взял его с собой, приходит, вот, ребята, это представитель этих организаций, они выработали, вот у них такое мнение, он их озвучил. Вот так мы хотим, чтобы было. А вы сказали вчера, типа, дирекции, то есть, в чем будет отличие от тех организаций, которые существуют сейчас? Ну, то есть, это будет общее, да? Мы еще не знаем, что это будет, мы просто... Насколько министерство будет влиять на эту организацию? Министерство хочет просто тесно сотрудничать, ежедневно и ежечасно. А со всеми одновременно это не получается, поэтому министерство просит, мы не знаем, как это будет у них, мы просто их просим, что, ребята, соберитесь и что-то там в себе создайте, чтобы мы знали, кому одному обращаться, значит, который выразит ваше мнение. А то, что вас много и все там разные, это нормально, это все, но иногда в таких общих вопросах глобальных вы должны прийти к единому мнению, и этот человек постоянно работать уже с министерством. Вот такая задача и вот такая задумка. Виктор Николаевич, тема вина у нас плотно связана с, ассоциативно с понятиями виноградарства и виноделия. Одно без другого быть не может. Но, глядя далеко назад, 100, 200, 300 лет тому назад, история подтверждает, что в Украине очень активно и плотно, первоначально развивалось плодово-ягодное виноделие. Сейчас, к сожалению, оно практически уничтожено. Вот ваше точка зрения по этому виду виноделия. Однозначно двумя руками с вами согласен. Когда я пришел в метро и увидел китайскую бутылку яблочного крепленного вина по 130 гривен, я чуть не прослезился, потому что мы топчемся по ним. У нас сколько было этих... Ну, я работал в Сафозе Каменским директором 13 лет. У нас было на заводе 10 тысяч тонн переработки винограда и 2 тысячи тонн переработки плодов. И мы делали яблочное вино. Сегодня там многие содрогаются, вспоминают, что это там золотая осень и прочее, что это был такой продукт, нехороший и так далее. Но он был, он находил своего покупателя. И кто его в меру потреблял, наоборот, его вспоминают с ностальгией, значит, почему... Это раз. А во-вторых, яблочные, сидоры и прочее, это вообще полезные были продукты, правильно? Значит, потом в свое время, опять же ж таки, из-за неправильной политики законодательной, создали условие, что просто стало его невыгодно. То есть сделали аксесс такой же, как на водке, значит, спирт, когда покупаешь для яблочного вина, должен там в течение 60 дней сразу, если не реализовал, заплатить аксесс, как у водки там и прочее, прочее. То есть сделали так, что... И опять же ж таки, цена на него за счет того, что аксесс очень большой, практически стало невозможно его продать. И все потихоньку отказались. Ну, отказались. Прошел год, прошел два, прошел пять, прошел десять. Уже этих линий нет, уже этот самый. Теперь мы должны будем, во-первых, законодательно... Ну, уже там законодательно начали приводить это все в порядок. А теперь же будем героически, так сказать, преодолевать то препятствие, что себе создали. То есть, значит, закупать новое оборудование и так далее. Вот сейчас на Перри, на Сидоры, сейчас же более-менее нормальное законодательное, вот это налогообложение и так далее. Но теперь это все надо возрождать. Ну, вчера был Литвиненко. Да, да, да. Вот он... В Василках он живет. Да, это прекрасный ученый. И я думаю, не каждая страна имеет такого специалиста, как он. Но он бедный. Вот как только вот это случилось, он... Ну, просто... Это его детище. Но какой-то покойный голодрыгас с этим самым пришел в закон, так он взял и застрелился. Но это, слава богу, не стреляется, значит. Ну, по крайней мере, мне лично жалко, что он сколько этих детишек нарожал. Значит, имеется в виду этих технологий, марок. И так далее. У нас же целая книга их есть. А никто его не подхвачивает и не раскручивает, потому что всего-навсего надо было не делать такой жесткий закон. Если можно про науку, когда совещание было в Магараче, то там кто-то сказал, что во Франции только одна кафедра занимается наукой, и хватает этого для всех. А у нас два института, и у них есть большие проблемы в работе. Как Вы считаете, насколько они справляются с задачами, которые стоят перед ними? Не, ну, доля истины немножко есть в этом. Почему? Потому что нам от СССР в наследство досталось два института, которые занимаются практически одними и теми же проблемами. Ну, хотя, опять же, крем – это специфика, допустим. Если взять ту же Одессу, это… Ну, у нас, во-первых, виноград растет там от 46 до 48 параллели, да. Значит, как раз на земном шаре не так его много растет, там только две полосочки сверху и снизу. Мы попали в эту полосочку, поэтому уже мы этим должны благодарить судьбу, значит, что он у нас есть. Значит, поэтому, ну, на югах так уже же институты раньше располагались. Ну, тогда был союз, значит, сделали один в Ялте, один в Магараче, один в Новочеркасске, значит, сегодня разделились, а два нам попало. Ну, взять сейчас один уничтожить, как бы, вроде тоже неправильно. Ну, сама жизнь потихонечку расставляет. Вот сегодня, в любом случае, как рыночные отношения, так и в науке, идет потихоньку специализация. И сегодня, допустим, если мы хотим какие-то вопросы порешать в виноградарстве, мы обращаемся больше в Таирово. Если мы хотим какие-то вопросы порешать в виноделии, мы обращаемся в Магарач. То есть, они потихоньку уже специализировались больше. Ну, там не без того, что они и теми же параллельно вопросами занимаются. Но глобально, вот, четко уже пошла специализация. Ну, поэтому, если будем считать, что у нас институт Магарач – это винодельческий институт, а институт Таирова – это виноградарский, тогда все вроде как бы и нормально. И ничего страшного. Это благо, это счастье, что у нас они есть. Почему? Потому что, опять же ж таки, не все страны имеют науку, а наука – это двигатель прогресса. И в любом случае… У них лаборатория, я знаю, что того, что того, если как-то коммерциализировать, перевести их более на самоокупаемость, ну, поручить им проверять, допустим… Нет, дело в том, что, опять же ж таки, мы в свое время, там, 3 года назад, по-моему, или 4, тоже выделили значительную сумму с однопроцентных отчислений и помогли им приобрести самое современное оборудование, которое сегодня, в принципе, есть в мире, в лабораториях. Что в одном институте, что в другом. Другая беда, что нету закона, который бы, допустим, обязывал всех пропустить, мы перед этим, вы задавали вопрос, обязывал, значит, всех экспортеров, производителей пропустить свою продукцию через эту лабораторию. Она в них есть, значит, кто там сильно хочет или там что-то делает, приходит, они там делают анализы. Но, а надо обязать всех, чтобы к ним шли, правильно? И, допустим, вот даже если мы будем, все-таки пойдут вот это направление теруарных, маленьких предприятий, вот были мы когда-то в Аргентине, смотрим, типа, аксессной марки на бутылочке. Я говорю, это что, у вас аксессная марка? Нет, это, говорит, у маленьких производителей есть у нас закон, который их обязывает, чтобы перед тем, как продукт выйдет на рынок, значит, обязательно институт у них там тоже есть, обязательно сделал свое заключение и дал им марки на ту продукцию, что институт гарантирует, что он хоть и в гараже его сделал, но там все в порядке. И клеится такая марочка. Ну, что-то подобное должно быть и у нас потом. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, вот это такой из категории практических советов. У нас очень много сегодня людей тянутся к земле. Они все, у кого, в зависимости какой участок земли, у кого полгектара, у кого гектара, у кого три, вы знаете, особенно в селах и так далее, в сельской местности, они садят яблоки, яблочные сады, виноградники, особенно в южных регионах. Эта категория людей имеет право на получение компенсации по полуторапроцентному сбору? Нет. Значит, в постанове там четко написано субъект господарювания. То есть тот, кто... Юрлицо. Юридическое лицо, значит, причем и приватный предприемец имеет право. Но если он приватный предприемец, зарегистрированный, значит, как он платных податков, там, чей-лиготник, ну, либо. Если он, то есть, ну вот, этим словом все сказано, значит, субъект господарювания. Если я в огороде посадил себе пять вишен и просто их кушаю, естественно, не имею. Если я посадил в огороде пять вишен, значит, зарегистрировался приватным предприемством, значит, и их там, то ли на косточке продаю где-то, допустим, на питомнику, то ли в свежем виде, то ли делаю консервы, значит, и так далее, все. Я, в принципе, уже субъект господарювания. Если я сделал проект на смертную документацию, утвердил, ну, там описано все, весь этот путь, чтобы получить. То есть тогда нет проблем. И, в первую очередь, куда ему первый шаг делать у себя на территории? Значит, первый шаг ему надо открыть интернет, зайти на сайт Минагрополитики, значит, и там открыть постанову, и в ней все расписано, куда, кому, зачем и чего. Если можно, по итогам вчерашнего совещания, надо понимать, что будут еще, вы сказали, проводиться круглые столы еще с шампанистами, да, там, 30-го числа. Да, да, планируем, да. То есть, допустим, насколько там, ну, вчера круглый стол, встреча дала вам что-то новое, оправдал ли, появились ли у вас какие-то новые мысли? Лично я вчерашней встречей с конечистами очень доволен. И я вот сегодня мы перезваниваемся, что, в принципе, нормальное впечатление осталось со встречей и у них. Это уже хорошо. Почему? Ну, во-первых, мы, как отдел, в первую очередь, определились, там, опять же, в стратегических направлениях, значит, причем некоторые оппозиции, допустим, вот они даже говорят, что пока вы еще ничего не сделали, но мы уже довольны тем, что мы уже увидели, что в чем-то вы ошибались и вы это поняли. Что и это направление там не надо раскручивать, а наоборот его надо свернуть. А это, наоборот, сегодня глобальное, давайте ускорим и так далее. То есть, мы вчера вот практически всех же выслушали, да, все это мы записали, все сейчас, этот самый, делаем протокол, опять же, поручаем, кому что, когда сделать и так далее, всем разошлем, все, что говорилось, все это будет сделано. Значит, ну, очень полезная встреча, причем в обоих сторонах. Мы сейчас много, не всем все понравилось, да, то есть некоторые хотели, значит, чтобы мы активизировались, например, эту позицию закона 25% с 1 января, что вводится коньячных, отечественных, должно быть, виноматериалов в коньяке, хотели, чтобы, давайте, мол, продлим ее позже, там, или еще что-то. И мы не согласились, и большинство их не согласилось, и они, в принципе, вот, кстати, вот такая встреча, как вчера, вот, вы перед этим задавали вопрос, что общественные организации, вот это они должны почаще делать, приходить к единому мнению. Вот мы вчера с коньячистами пришли все-таки к единому мнению, большинством, да, что это направление раскручиваем, это сворачиваем, это продолжаем, этим вообще не занимаемся, к примеру, да. Значит, вот это они должны делать, поэтому я очень доволен вчерашней встречей, и считаю, что она бесследно не пройдет, и очень много будет хорошего сделано для развития этой отрасли. А скажите, вот, вы сказали, тендер будет на то, чтобы, допустим, делать кадастр? Да, но это там предусмотрено в самом ближайшем времени. И там может участвовать только наука, да, там или, допустим, кто-то... Да, там же 5% этой суммы идет на науку, из них, опять же, паспортом бюджетной программы определено, значит, вот у нас там 16 миллионов получается, да, значит, на, этот самый, 16 миллионов на науково-техническую тематику, а остальные на взместнение материально-техничной базы. Так, поэтому на науково-техничную, они дали заявок на материально-техничную 130 миллионов, все институты, так, а на... там, где 16, там, по-моему, 32. Ну, все равно, так сказать, надо где-то что-то, значит, уменьшать и выбирать то, что наиболее актуально. Ну, это предусмотрена процедура, и слава Богу, что она есть в тендере, лишь бы он в спектакль не превращался, этот тендер, а вообще это тоже полезно и правильно. Ну, как он будет проходить там, потому что сейчас о тендерах очень много говорят, там, тендеры... Ой, у нас есть департамент тендеров, давайте пусть он этим занимается, мы не будем влазить и им мешать. Игорь Михайлович, судя по всему, вы убежденный оптимист. По вашему мнению, через сколько, сколько нам надо лет Украине, чтобы хотя бы дойти до уровня верноделия той же Германии, той же Франции, той же Испании? Или у нас это никогда не произойдет? Не, вы знаете, опять же ж таки, ну, нельзя так сразу сказать, почему? Потому что вот это количество лет, чтобы догнать, зависит от многих факторов. То ли они будут положительно складываться, то ли отрицательно, понимаете? Вот если взять, допустим, каждый фактор, это клепка бочки, да? Если одной клепки не хватает, вообще оно все сразу и вытекло, или она короткая. Значит, если все будет складываться нормально, понимаете, догонять все равно проще, чем вперед идти. Вот, допустим, в демократических преобразованиях. То, что Англия там доходила за 200 лет, мы догнали за 20, там, чьи этот. Потому что, ну, видишь уже, к чему стремиться, все все равно тем, кто догоняет, проще. Поэтому, я думаю, если все будет складываться, вот, допустим, и мы будем все лоббировать эти интересы для того, чтобы развивать, то это недолго, это буквально десяток лет, не больше. А если мы будем этому препятствовать, то, может быть, и никогда. Сейчас очень много предприятий возят саженцы из-за рубежа. По вашему мнению, какой сейчас уровень фитосанитарного контроля саженцев виноградных? Значит, из-за рубежа почему возят? Тоже спорный такой вопрос. И многие на нас нарекали, что мы даже вот этими однопроцентными поддерживали и тех, кто привозит за рубежа. Значит, ну, запретить, вроде, это было бы тоже недемократично и неправильно. Почему? Потому что, ну, если... Да, во-первых, а что тогда все на Запорожцах не ездят, да? Другой вопрос. Значит, это ж... Каждый имеет... В зависимости от своего финансового положения, каждый имеет право выбора, правильно? Если я бедный, я беру хуже товары, и так бедными остаюсь. Если я богатый, я беру все лучше, еще богатее, больше. То есть, это рыночные отношения и этот самый. Значит, в то же время, вот, прошлый год мы чуть-чуть поправились, потому что, ну, тоже было неправильно, все подряд и всех подряд. Мы сегодня в нормативах внесли такую звездочку, что за границей будут компенсироваться только, ну, если в переводе на наши, это элита и суперэлита, да? То есть, только наиболее высококачественные, с такими желтыми этикетками, как там предусмотрено, материал. Рядовой не компенсируется. Почему? Таким образом мы, получается, ну, то есть, рядового у нас и своего хватает. Вот мы производим виноградных саженцев порядка 10 миллионов. Так, ежегодно продается порядка 5, а заводится за границей порядка 2 миллионов, да? Ну, это же тоже неправильно, если он завозится такой же. А если он завозится более высоких селекционных категорий, допустим, оздоровленный, безвирусный, там и так далее, то это надо приветствовать и действительно поддерживать. А своим, говорит, что стремитесь, тем более у вас тоже было время. Ну, у нас, опять же, есть два института, которые производят, допустим, по системе инвитро, могут произвести базовый материал. Вы берете этот базовый материал, значит, садите маточники, которые уже могут давать вам супер-суперэлиту, да? Да, значит, и делайте высоких категорий. И уже я, как покупатель, я не пойду туда, я буду брать тут, потому что все равно у вас будет дешевле, потому что это не за границей, это наше. Значит, многие уже так и сделали. Тот же совхоз Придунайский, у него есть соответствующий маточник, и по большому счету одна теперь есть проблема, что кто хочет купить саженцы, говорит, а у него уже нету, я вынужден ехать за границу. Тот же Белозерский, один из самых крупнейших наших производителей, значит, ну у него там, будем считать, там 10, 15, даже 7 лет назад была проблема, там много было саженцев, раком заболели. На сегодняшний день, там Виктор Петрович Селецкий, он очень такой активный директор, один из уже самых старейших героев Украины, все, и большая умница. Значит, на сегодняшний день он привлек массу институтов, как Украины, так и Молдовы, так и России, значит, и поборол эту проблему. Единственное, что ему сегодня не хватает, это теперь все это, знаете, как мило готоват, это не мило подават, и приготовить он сумел, подать еще пока нет. То есть он должен это раскрутить, он должен иметь сеть маркетинга и убедить того, кто едет за границу, что не надо, я тебе сейчас дам такой же продукт, точно такого же качества, но дешевле. Значит, нет проблем, процесс идет, и это нормально, ничего тут страшного нет. Потом, допустим, институт Магарач, он в свое время много разработал, много сортов винограда, комплексно устойчивых сортов. Но там есть нюанс какой, в природе все сбалансировано, если куда-то пришло, то значит откуда-то ушло. И если, получается, мы создали сорт винограда, который практически не прескуешь, он не боится морозов, то вина с него очень редко можно получить, хотя бы среднего качества. То есть оно обычно не разливостойкое, оно быстро рожает, мутнеет и так далее. Если возле винограда надо помучиться и походить, то вино получается шикарное, то есть вот есть такой нюанс. Ну и с этого есть выход какой, вот вчера мы об этом говорили, да что комплексно устойчивые сорта, в принципе, можно их насаживать с расчета, допустим, на те же соки, значит, на тот же коньячный виноматериал, причем можно сортовой делать, значит, там не сильно возиться с этим самым, сделал коньячный виноматериал, перекурил на спирт, все, прекрасный продукт виноградного происхождения, крепи и получается себестоимость его ниже, потому что на виноград ты потратил меньше затрат. А как вы на даче выращиваете виноград у себя? Дело в том, что выращиваю, но в эту зиму померз. Причем агроволокном его укутывал, думал, что я всех хабанул, но не получил. Не та эта зона, понимаете, киевская зона. Что такое виноград? Это культура, которой необходимо как минимум 3000 суммы эффективных температур, это те, что после 8 градусов, чтобы была эта сумма 3000 градусов. Значит, ее в Киеве нет, поэтому нормальные сорта, которые можно, допустим, ну, что вино делать, это однозначно. Значит, здесь есть местные сорта, там, типа изобельных направлений и так далее, которые растут, которые они боятся. Но, опять же таки, в Европе они вообще запрещены, потому что при процессе брожения там метиловые спирты образуются, которые пагубно влияют на, опять же, вегетативно-сосудистую систему головного мозга. Значит, в свежем виде, ну, не каждому нравится изобельный этот аромат и так далее. А что-то такое, чем похвастаться, ну, лучше в каждой местности, чтобы росло то, что оно испокон веков растет. Вот здесь ягодная зона, здесь больше, допустим, садоводческая зона, ее надо развивать. Проще все-таки, вот, когда я работал в этом самом Береславском районе, то уже в конце даже люди пришли к тому, что зачем дома садить картошку? Вырастили помидоры, загрузили, отвезли в среднюю полосу Украины, поменяли на картошку, и каждый занимается тем, чем у него. Мы по помидорам топчемся, не знаем, где их девать, значит, а в этой зоне подвязывают, посынкуют, обламывают, они все равно фитофтора их погибают. В то же время картошка прекрасно растет, а там ее не успел посадить, жук съел. Значит, так что не поменяться? Так же и тут, так же. Виноград будем выращивать в Херсонской, Николаевской, Одесской, в Крыму, в Запорожье, в Закарпатте. Все.